Россия против жестокости. Сегодня по всей стране проходят митинги за ужесточение наказаний живодёрам. Столица в стране не осталась. Пикет устроили в парке «Сокольники». Активисты требуют не только пересмотреть статью Уголовного кодекса за жестокое обращение с животными, но и принять Декларацию прав животных. Организаторы ожидают сегодня до 500 человек. Пыток. Волна народного возмущения прокатилась по всей стране после событий в Хабаровске. Двое местных жительниц, молодые девушки, как мясники, забивали и мучили собак и кошек. Эту экзекуцию снимали ещё и на видео. А в личных сообщениях, в социальных сетях они выбирали орудия пыток. В их отношении уже возбудили уголовное дело, причём статью изменили на более серьёзное жестокое обращение с животными, совершённые группой лиц по предварительному сговору. Щенков и котят мучили в заброшенном здании. Криминалисты нашли там останки животных. А во время обыска в квартире одной из девушек обнаружили ещё и череп кошки. Следователи изъяли домашние компьютеры и телефоны девушек. Неравнодушные к судьбам животных люди собрались и на акции протеста во Владимире в Центральном парке 850-летия города. Но свой печальный повод у жителей Владимира тоже есть. В июне несколько подростков жестоко убили котёнка. Во Владимире всё это происходило. Избивали его ногами и камнями. Произошло это в одном из дворов города. Всё происходящее юноши так же, как и хабаровские живодёрки, снимали на видео. После беспощадного избиения молодые люди начали изучать внутренности животных. Продолжение следует...